Видео выходили в основном из путешествия, то есть мы ничего не снимали в своей жизни, но это еще не значит, что у нас ничего не происходило. Ну не делиться информацией, это жлобство. Мы в процессе покупки машины и тоже пытаемся сэкономить. Люди посылки! Это мы! Ну красиво, я думаю, не получится, будем что-то колхозить. Рубрика «Очемелые ручки» просто. Такая огроменная у нас посылка. Чупсик, поздоруешься? Дроту-тип, это я вредина кучерявая. Очередная посылочка! Всем привет! Привет! Добро пожаловать в новый влог. Сразу считаю, что нужно поставить нам подобайки, подписаться. Ну сейчас мы расскажем, хотя бы почему это стоит сделать, а то кто-то уже подумал, нифига себе. Такая, ну-ка, быстренько лайк поставьте. Ничего интересного не делают. А вы требует лайки. Ну, наверное, начнём с того, что, наверное, вы же заметили, что видео выходили в основном из путешествия. То есть мы ничего не снимали в своей жизни. Но это ещё не значит, что у нас ничего не происходило. И что мы ленивые. Да, у нас очень много всего происходит. И мы как-то даже думали, уже может заканчивать. Не будем уже снимать видео. Ну, потому что как-то перегорели немножко. Это неотзывчивый. Ну да, и плюс мы уже стали перегорать немножко. Но потом мы вспомнили, что настолько много событий происходит, что думаю, не, лучше это заснять, оставить это в памяти более. Ну плюс, я думаю, это будет информация ещё полезная для других. Ну, не делиться информацией, это жлобство. А мы всегда, кстати, стараемся делиться информацией. Плюс у нас есть ещё телеграм-канал. Который тоже не всегда обновляется. Но когда обновляется, то там стоит заглянуть. Там всегда... Всё проверенное, всё очень полезное. Сашка очень классно что-то выкладывает. Поэтому обязательно тоже заходите, подписывайтесь. Ну, либо не подписывайтесь, а просто заходите и смотрите там. Что-то очень классное там, я имею в виду, скидки обычно Сашка выкладывает. Какие-то выгодные предложения, акции и так далее. И это вообще тема нашего вообще влога, тема нашего вообще Ютуба. Мы это любим, стараемся всегда делиться. Вот, посылки всегда мы обычно рассказываем, где мы что заказываем. Платно, не платно, где сэкономили. Ну и раз уж мы экономим по возможности везде. Есть такая новость, что мы в процессе покупки машины. И тоже пытаемся сэкономить. Ну, повезди, ну повезди. Это наша сущность. Экономия и бережливость. Ну, детали подробнее можем... Не, ну мы уже расскажем в следующих видео. В другой раз. В видео, да, будем рассказывать. Ну, ещё сейчас особо и нечего рассказывать. А тем более хочется уже подробнее в другой раз. Ну, в общем-то, новость такая, что у нас очень много сейчас всего происходит. Но самое интересное и самое ближайшее, что сейчас планируется, это покупка машины. Мы уже в процессе. И тоже, как ты сказал, мы тут сэкономили. По возможности, как это... Надеюсь, что мы сэкономим, мы ещё не знаем. Ну, конечно. Ну, короче, всё в конце будет известно. Мы будем рассказывать, по возможности показывать. Помимо этого, ещё и другие дела, которые нас постоянно отвлекают. Тоже всё пока... В начальной стадии. Ну, да, но мы надеемся, что всё получится. У нас есть такие дела, связанные с Польшей. Есть документы. Первое, это, конечно, сделать приглашение для родителей, потому что сколько можно. Ну, да. Мы уже тут третий год. Кстати говоря, мы уже почти три года живём. Уже здесь обжились. Пока никуда не собираемся переезжать. Это вот, кстати, часто спрашивают, собираемся ли мы куда-то переезжать. Пока нет. Ну, в другой город. Если только в другой город. Кстати, да, ещё одна цель. Цель – сменить квартиру, поэтому... Но у нас этот год начался с каких-то глобальных целей. Не то, что цель, а просто вот что-то поменять, что-то приобрести, там, не знаю. Ну, в общем-то, мы ещё в процессе, чтобы сделать приглашение для наших родителей. Как только это нам что-то удастся, то мы обязательно тоже поделимся, как мы это сделали. Я думаю, это будет очень тоже полезно. Мы не жлобы. Мы всегда делим себе какой-то информацией. Ну, просто сейчас ещё... Мы только... Ну, вот правда, в начале процесса ещё нечего особо рассказывать. Зная, как всё может затянуться, почему, что и не получится успеть вовремя. Ну, только так и заикнулись. Потом мы собираемся переезжать. Это летом. Потому что... Ну, сейчас ещё... Мы ещё снимаем эту квартиру. У нас на год договорились. Скорее всего, поменяем наш район. Да, думаем поменять. Ну, тоже как пойдёт. И... Ну, и последнее, что мы делаем, это вот всё, что мы рассказываем, то очень много забирает времени. Это всё параллельно. А ещё хочется... Путешествовать. Израсходовать визу английскую. Да, ещё хочется разок съездить в Лондон. Ну, и Саша делает карту поляка. Делает. Ещё документы не всё нашёл. Ну, делает тоже это всё в процессе. Это оказывается так долго делает. Может, на годы ещё растянулось. Может, кто-то тоже делал. Ну, вы можете тоже написать в комментариях, долго вы это делали или нет. Но мы долго. Мы уже... Не знаю. Мы вообще-то начали цепораться ещё с того... С конца того года. Мы собирали документы, смотрели. Ой, сейчас... Короче, долгая история, долгая песня. Как тоже что-то уже более-менее на каком-то хотя бы середине пути будем. Мы тоже расскажем, да? Такие новости. Так что видите, сколько всё интересного ждёт. Потом посидели, подумали, нет, ну забрасывать в YouTube-то разыскать. Точно жалко. Будет обидно не делиться. Но мы, да, мы подумали, что надо забрасывать в YouTube, потому что это занимает очень много времени. Хоть и кажется, что видео выходят редко, но это действительно занимает много времени. Потому что мы параллельно ещё работаем. Ну да, нету какой-то классной отдачи, чтоб мотивировало. Эй. Редко. Такое, что вот приятные эмоции. У нас постоянно отписки, ребят, я не знаю, почему от нас отписываются. У нас постоянно отписки, вы такие, блин. И всё время в день видео, когда выходит видео, всё время отписка. Да блин, что ты, кот! Ну и, конечно, мотивация немножко падает. Ну ладно, не будем об этом говорить, что уже рассуждать. В любом случае, пока мы ещё опять на каком-то адреналине думаем снимать дальше, да? Да. Так что смотрите дальше видео. Что-то интересное впереди. Надеюсь. Поэтому, как я сказала в начале видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Вот сейчас есть за что. Сейчас Саша дал добро. Оставайтесь с нами. Мы начинаем, как всегда, с посылок. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Люди, посылки! Это мы. Короче, мы в этот раз заказали из Ивроше. Все любят мыться, мы в том числе. И любим вкусно пахнуть. Короче, мы были в поисках прикольных всяких ароматов геля для душа. Нам нравится. А я был в поисках скидок. А Сашка был в поисках скидок, да. Мы как-то заказывали от Локситан, но это, конечно, супер невыгодно. Я чуть не помню, там 60-50 злотых. Больше 50 злотых за 250. И честно, столько отзывов было восторженно. Ну, пахнет вкусно, но запах недолго остается. Хотя, наверное, от геля мало вообще остается долго запах. Короче, самая большая проблема, это было то, что это дорого. Стоило бы это в разы дешевле, я бы заказывала еще раз. Но и упаковка там красивая. И так далее. А тут мы сказали... А здесь, ну, я могу рассказать насчет скидок. Давай, я уже кое-что вижу. Короче, оригинальная цена была 200 злотых, там, с копеечками. Сначала у нас был промокод, типа, минус 80 злотых от 200, плюс бесплатная доставка. Потом я еще нашел возможность через приложение, первый заказ в минус 10 процентов. Причем, минус 10 от оригинальной цены, то есть, минус 20 злотых, потом еще минус 80, в итоге 100 злотых дали. Ну, Сашка, как всегда, умеет экономить наш бюджет. И там еще и бонус дали. Еще и бонус, да. Еще подарочек, ну, бонус, да вот это меньше. Да. Я думала, дадут пробку. Че, все? Че, собака нагавкается. Все, свободно, готово. Я думала, дадут пробку, пробник. Но в итоге, я вот сейчас увидела и офигела. Она стоит на сайте 50 злотых. Ну, то есть, это полноразмерка, 75 миллилитров. Это очищающая маска, скраб, точнее, для лица моего. У меня как раз заканчивается от пищер. Кехоль, помните этот кехоль? Ну, че там заканчивается? Там тоже пробка небольшая. Прубка небольшая. Не, ну это супер, он стоит 50 злотых, называется. А мы потратили сто на все товары. О, пахнет травянисто, вкусно. Ну, че, это, как вы поняли, презент. Так, дальше. Мы заказали тут прям много всего. О-о-о-о. Первый такой гель для лица. Личи. Зимний личи. Заботимся о планете, написано. Без сульфатов. Вот так. Гель для душа, морозное личи. Но они должны быть очень вкусные. Сейчас посмотрим. Мы ели пару раз личи. Может, один. Ну, пахнет вкусно. Ну, я не знаю, личи, не личи. Я сейчас не помню, чем про это личи. Вкусно пахнет. Ну, просто чем-то вкусным. Ну, интересно, да. Тропейский так. Дальше у нас зимняя пряность. А почему на русском написано сзади? А это, кстати... Ну, это же французское. Я думала, это французское. А тут все на русском, ребят. Город Москва. Франция. Импортер. Ну, они, наверное, главные клиенты в Москве. И в Роше-Восток. Город Москва. Четвертый лесной переулок. Так что, поэтому это все на русском. Ну, везли в Россию, что-то оставили в Польску. Да. На польском ничего нет. Хм. О, вот это уже не супер аромат. Это уже зимние пряности. Зимняя пряность? Да, написано зимняя пряность. Я такого не заказывал. Ну, это уже Глинтвейном пахнет. А, ну, это зимний чай, наверное. На польском сайте. Ну, таким, знаете, Глинтвейном. Я бы сказала, пахнет. Ну, прикольно, наверное. А что, мы все зимние заказали? А, нет. А, кстати, тут 400. 400 миллилитров. Это, наверное, зимняя хербата называла. Зимовая. Ну, да. Такой пряности зимы. Так, ну, вот это два. Но мы не успеем их за зиму. Нет, может быть. Хотя мы что-то успеем. Ну, и вот такой универсальный манго и кориандр. О, вот это интересно. Слушайте, прикольно, что в Роше там куча каких-то прикольных ароматов. Там есть даже овес и гречка. Овес и гречка это угодно. Называется, да. О, класс. И кориандром. Я кориандр не чувствую, но манго. Хотя, может быть. Ну, такая, с поясовкой. Очень вкусно. Очень. Это, наверное, самое вкусное. Ну, больше манго, да. Но. Блин. Такой прям приятный манго. Даже какой-то не химозный, я бы сказал. Хотя понятно, что химозный. Так, дальше у нас вот это концентраты. Как Саша рассказал, что... Как мне на сайте сказали, что 100 мл концентрата равно 400 такому. То есть, вот эта молюпушка равна вот этому 400 мл этого геля. Получается, что у нас здесь кто? Оливки. Оливыч. Вот это мне тоже нравится. То есть, получается, одна капелька хватает. Офигеть. А такой же запах должен быть, как у скраба. Сейчас получится. Открывается прям... О, сложно. О, тоже вкусно. Они очень похожи, вот эти ароматы. Может, концентрированные похожи все. Нет, другой. Все-таки другой. Но приятный. Но они менее какие-то яркие даже. Ну, приятные. Такой более стандартный запах, чем в тех. Вот этот оливковый, другой. А вот это ваниль. О, ваниль, это уже что-то супер сладкое. Да, очень сладкое. Это, знаете, похоже на мою гигиеническую помаду. На аромат. Ну, прям, да, ваниль, мороженое. Вот это Кармекс, который я последнюю купила, прям очень похож. И у нас еще дали какие-то купоны роботовые. Ой, еще пробка, ремет. Куда? На один пальчик, мизинчик намазать? Это что-то, какой-то бальзам. А, у нас еще один такой же код. А, вот. Кто успел. И через заказ. При заказе, через приложение еще минус 20%. То есть можно воспользоваться этим и тем и купить продуктов на 200 злотых за стол. Сканируйте, делайте скриншоты и заказывайте тоже от Иврашена. Мне кажется, они, ароматы это классные. И если воспользоваться всеми вот этими скидками, то в принципе очень даже выгодно выходит. И, короче, кому надоели гель для душа от Росмана, вот, пожалуйста, есть альтернатива. Все, вкус-то больше ничего не дали. Ну, получается 6 штучек. А, еще можно подарочек получить. Да. Получается 6 штучек мы купили за 100 злотых. То есть за копейки просто. По цене Росмана. Блин, вот это прикольно. Смотрите, 50% найдрожший продукт в кошеку. Если у вас за минимум 150 злотых два продукта. Вообще классно. Они прям щедрые какие-то. Ну, цены загнули. Ну, и плюс еще подарочки дают. Ой, я уже, ты что, как я лицо на мафию свое отскрабирую, отскрабирую. Ну, вот такие у нас первая посылка наша. Мы тут заметили, что у нас вот здесь очень мало света. То есть у нас есть свет только вот от вытяжки. Мы давно заметили. Но мы давно заметили. Но подумали, что нам надо сюда причепурить такую ленту светодиодную. Вот она у нас имеется. Мы ее заказали на Алиэкспрессе. И она, смотрите, какая яркая кнопочка. Ну, было бы классно на такой сенсорный. Угу. О, вообще жесть такая яркая. Вот, и будем делать. Точнее не мы, а Олехандро. Олехандро. Олехандро, Олехандро. Думала, как тебе представить? Ну, красиво, я думаю, не получится. Будем что-то колхозить. Блин, ну, хотелось бы, чтобы красиво все-таки было. Ну, постараться. Ну, из-за этого провода. То есть если на батарейках каких-то. Ну, такой на батарейках особо, наверное, не бывает. Ладно, давай колхозить. Ну, а как, как же? Розетки тут скрытой нет. Ну, это не наша кухня. Поэтому будет некрасиво. Ладно, давай хоть что-то придумаем, потому что мне нужен этот цвет. Поехали, погнали. С вас, как там, подобайки? Ну, обязательно. Обязательно подобайки ставьте. Рубрика «Очемелые ручки» просто. Мы, получается, протянули провод через вытяжку. Вот так вот так. Ну, не так уж и колхозно. И Саша купил... Он был белый. Ну, да. И Сашка купил длинитель. Получается, что вот так вот мы ставим. И тут, когда мне нужно будет готовить, я просто нажму. А тут вот мы скотчем как-то зафиксируем. Тут надо еще придумать. И я буду вот так нажимать. Ну, нам надо вот эту куда-то еще спрятать. Чтоб лента шла. Блин, был бы белый провод. Был бы вообще. Мы хотим, чтобы от тюль до туль. Ну что, давай. Не. Очумелая ручка. Думай что-нибудь дальше. Итак, мы тут резко поняли, что не так-то и светло от одной ленты. Вот видите? Ну, натяни. Показать. Видите? Ну, не то, чтобы хотелось. Хотелось более светло. И у нас остается еще кусок длинной ленты. И мы, в принципе, подумали, что если мы вот так сделаем два слоя, сколхотим, как Сашка говорит, сколхотим и сделаем два слоя, то, в принципе, будет намного светлее. Зафиксируем вот этот провод. Так что погнали! Сейчас будем клеить. А, и, кстати, очень удобно, что тут есть со второй стороны вот этот вот скотч, клейкая лента. Ну, короче, она самофиксирующая. Она, да, снимается. И вот так фиксируем. Фух, погнали. Видите, как темно вообще, блин? А это у нас включен свет дома, чтобы вы понимали. У нас включен свет. Вот лампочки. И на улице светло. Мы присобачили. У нас есть двухсторонний скотч такой мощный. Мы на него шторы клеили. Присобачили здесь включатель-вуключатель. И вообще классно. Блин, вот было бы круто, если бы все это было белого цвета. Но мы отклеили, получается, скотч вот с этой стороны, то есть с конца. И будем сейчас... Мы так измерили на глаз. Измерили, будем сейчас клеить. Все, погнали. И вот, ребята, мы, как говорится... Даже не хочу сказать, что наколхозили. Мы прям классно все сделали. Смотрите, как теперь все видно. Для съемной квартиры шип. Да, выключи и показать разницу. Теперь мне можно будет нормально готовить. Конечно, я готовлю раз в неделю, но все же я готовлю. О, видите? Какая разница, офигеть просто. И такой яркий, классный свет. Конечно, так получилось, что там света немножко больше в том угле. Ну, углу. Так видно. Да. А так, в принципе, он балансирует. Не, вообще супер вообще. Мне нравится. Класс, дай пять. Быстро, дешево. Как это? Давно мечтали сделать ремонт своими руками. И вот, начало положено. Очередная распаковка. Куча, куча посылок. Потому что этот месяц мы постоянно были в разъездах туда-сюда. У нас все закончилось. А мы ненавидим ходить в магазины. И поэтому мы все заказываем. Это мы уже говорили много-много раз. Я сегодня заплелась в такой колоски. И вот такая вот хорошенькая, как ребенок, выгляжу. Хотя мне, ребята, уже почти тридцатник. Ужас какой. Как подумаю. Так мне страшно становится. Как время быстро летит. Мне казалось, только недавно было восемнадцать. Только недавно школу закончила. А уже тридцатник. Уже старая бабтя. Ну, ладно. Сейчас кто-то обидится. Кому тридцать лет. То подумает, что я тех называю тоже старой бабтей. Я никого не называю старой бабтей. И я называю только себя старой бабтей. Вот. Поэтому я включила для того, чтобы у нас состоялась распаковка посылки. Тут. Хотя, что, буду рассказывать спойлеры. Сами посмотрите, что там. Вот такая огроменная у нас посылка. Там все хозяйственное. Так как нас не было, все позаканчивалось. И мы купили хозяйство. Мы любим ходить в магазин только за продуктами. Там, где вкусняшки продаются. Где не продаются вкусняшки, там мы не находимся. Там мы все заказываем онлайн. Чупсик, поздоровуешься? Здравствуйте. Это я вредина кучерявая. Вы забыли, как я выгляжу? Это я, вот я у меня. Вредина кучерявая. И вот Сашка. Он не вредина. И даже не кучерявая. Коробка какая-то реально самодельная. У-у-у, нифига себе ты заказал. Это туалетная бумага. Заказывай. Но у нее какие-то потрясающие отзывы. Там говорили, что моя попка. Это устройство, эти бумаги. Да. Моя попка просто благодарит меня за эту бумагу. Ну не знаю, посмотрим. Регина какая-то. Болицкая. Да болицкая. Слушай, какие ручки прикольные, удобные. Сашка заказал много. Целых четыре. Слушай, я даже не думала, что ты столько закажешь. Куда мы это денем? Ну да. Под кровать, наверное. Запасы будем делать. Дальше. У нас, что здесь? А, ну это на унитаз. Мне так нравится эта вонючка в унитаз. Ну так наклеиваешь вот эту желешку. И она потом такой аромат дает вкусный. У нас был этот дак. Дак. Сейчас попробуем лезть. Какие-то фреш. General fresh. Таких две. Два аромата. Что-то красное и лимон. Цветочный. А, цветочный лимончик. Так, собака, это не тебе желешки. Так, следующее. Ну это понятно. Посуду. Все равно у нас, конечно, есть посудомойка, но все равно надо что-то промыть. По-другому. Ну не ужасно. Дай понюхать. Мне прям химило. О, класс. Блин, даже не ожидала. Вот сейчас наклеим в унитаз. Потому что все вот эти, как это называется, такие таблетки, блоки, они вообще не дают никакой запах. А вот эти вот желешки прям дают запах. Мне нравятся. Мы такие покупали еще в этом, в Лидле. Тоже неплохие. Ладно. Следующее, это мусорные пакеты. Это всем нужны. Это что? Там написано. А, дешвашер. А, это почистить нашу посудомойку. Потому что мы никогда ее не чистили. Ну, в плане так мыли, но так не прочищали никаким пленом. Поэтому я подумала, что надо купить. Ну да, коробка была больше. Как оказалось, я больше. И фольга. Ну, фольга нужна в хозяйстве всегда. Какого-то? Что-то ее маловато. Я думала, будет толще. Под слона. Толще должна. Она, типа, прям суперпрочная. Слово пацана. Слово пацана? Пацана. А все уже посмотрели сериал «Слово пацана». Я посмотрела. Потому что мне надоело. С каждого угла рассказывали про этот сериал. Я, короче, посмотрела. Сашка не смотрел. Но я посмотрела. И, честно говоря, у меня ужасное впечатление осталось. Очень тяжело. Прям морально тяжело это смотреть. Потому что, не знаю, времена такие были, конечно же, плохие. Кто смотрел, тот понимает, о чем я говорю. Очень тяжелое. И очень жалко парней, которые вот практически все закончили свою жизнь. Прям ужасно. Никчемно, можно сказать. И из-за этого мне сложно. Я очень эмпатичный человек. Ну, мне жалко, когда у кого-то какое-то горе. И тем более, даже когда я смотрю сериал, у кого-то какое-то горе. Я поэтому сериал-то практически не смотрю. Я смотрю только хорошие, только комедийные. Иначе я не могу нормально спать. Я потом об этом еще говорю четыре дня. Саша надоедаю. Поэтому я смотрю всегда только что-то из комедий. Мне сложновато было такое смотреть. А Сашка... Я видел там полторы серии. Ну и что, типа нравится? Мне противна немножко вся тема. Ну, да, это типа история. Ну, стрёмно же. Мне это ужасно. Я «Бригаду» никогда не смотрел. Я только случайно посмотрел эту часть. А как этот фильм российский такой, блин, где этот... Убил в Америке брат. Я вообще его не понимаю. Мне так сложно. Его москвы, герой там. В смысле? Он убийца. Он убийца, он никакой не герой. Он просто поехавший после войны человек. Да, я считаю именно так. А его тело героя России там. Мне тоже кажется, что у него кукуха полетела после войны. Ну, кукуха... Ну, короче, башня отвалилась. Еще мягче сказала. Но, и он из-за этого стал разбираться. И разбираться с людьми не так, а именно их убивать, уничтожать. Это уже... Нет, ну, как бы задумка была в том, чтобы показать, ну, как плохо влияет вот эта вся война и ситуация, которая была в тот моем стране. А по итогу из него сделали какого-то супергероя. Да, почему именно все делают так, что... Идем плохой персонаж. Как будто вот на него надо равняться. Вот так вот Россию нужно любить. Дело не в этом. Россию не обязательно любить. Любую страну не обязательно. Россию любить вот так вот, чтобы убивать других из другой страны. Ну, короче, это такая тема. И нам это все не нравится. Все, что касается убийств. Мы любим комедии. По нам, наверное, видно, что мы такие позитивные люди, да? Ну, когда дело не касается футбола в этом сезоне. Это футбол, это жесть. Ребята, если увидите когда-нибудь Сашку, никогда не спрашивайте, как МЮ играет. Он не будет хорошо отвечать. Положительным человеком он вам не покажется, да? Не хочет даже гореть на эту тему. Все плохо? Вот так, ребят. Кто следит за футболом, тот все знает. Ну, вот и все. Распаковка на этом закончилась. Ждите следующий. Поэтому вы ставите подобайки, подписывайтесь, пишите комментарии нам. И до скорых. А, ну что, я не буду даже прощаться, потому что я только поздоровалась. Еще завтра, наверное, будет. Еще завтра будет посылка. Ждем. Очередная посылочка. Сашка, держи, я буду открывать. И вот посмотрите хоть откуда она. Доставка была очень дорогая. Ну, блин, это же Франция, Бардо. Бардо. И все откуда? Бардо. Бардо, мордо. Ну, вино. О, блин. Так, она точно так... Ладно, ну вот тут нарисована стрелочка. Не, чтобы удобно. Все по-хорошему. Супер. Бардо, мордо, блин. Наконец-то мы одолели эту упаковку. И открываем. Короче, мне реклама попалась от Кадали, что там какие-то супер скидки. Очевидно, я захотела что-нибудь на этих супер скидках. Такая рекламка дали какую-то красивую. Дальше. О, смотри, как лухари. Офигеть. Как будто я открываю что-то... Вот. Все, Лоран. Так, блин, как красиво. Это еще морские боролы. У-у-у-у-ля-ля. Не, ну и все, Лоран-то дороже. Нет, больше ничего нету. А, ну и пробников прям. Еще. Хотя я там выбирала, там можно было выбрать три пробника. Нет, конечно. Я сама выбрала, но вот такие. Ну, попробую все равно. Хотя уж не попробую. Ну, попробую, посмотрим. Еще. Ну и все, Лоран-то. Ничего французского. Ничего. И вот... Истрится. Истрится. И вот такой у меня набор. Это масло для тела с ароматом. Я так думаю, с каким-то ароматом. Я уже не помню. Потом дальше гель для душа и крем под глаза. Будем тестировать, пробовать. И очень красивая упаковка. Стекло. Еще такое, блин, офигенное. Такое мягкое, приятное. Ой, я это заслужила. Да, Сочка? Я так люблю всякие косметические новинки пробовать. Ну, просто обожаю. Особенно всякие ароматы. Это мое улюблено. Как говорится, застав в сумме файне легански. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!